Новый день Жизнь — это кайф, и не нужен мир, это без тебя. Жизнь — это кайф, счастлив только рядом с тобой. Жизнь — это кайф, не поет душа моя без тебя. Жизнь — это кайф, сердце бьется только с тобой. Жизнь — это кайф, сердце бьется только с тобой. Жизнь — это кайф, сердце бьется только с тобой. Жизнь — это кайф, сердце бьется только с тобой. Жизнь — это кайф, сердце бьется и не нужен мир, это без тебя. Жизнь — это кайф, счастлив только рядом с тобой. Жизнь — это кайф, сердце бьется только с тобой. Жизнь — это кайф, сердце бьется только с тобой. Жизнь — это кайф, сердце бьется и не нужен мир, это без тебя. Жизнь — это кайф, сердце бьется и не нужен мир, это без тебя. Жизнь — это кайф, сердце бьется только с тобой. Жизнь — это кайф, сердце бьется только с тобой. Жизнь — это кайф, сердце бьется и не нужен мир, это без тебя. Жизнь — это кайф, сердце бьется только с тобой. особенно с тобой джека в эфире джека шоу дорогие друзья сегодня у нас самый праздничный любимый день понедельник подожди я думал скажешь самый праздничный любимый день день моего рождения слушай я тебе скажу у нас даже вайфая нет и мы так на расстоянии года и мысли ты посмотри сегодня именно в 5 часов я как раз и родила свою дочь чё серьезно так она уже себе четыре минуты на нервы уже действует а что там происходит в комнате между тобой ребенком я хочу вам сказать очень много позитивных эмоций потому что во первых на позитиве плюс тв а вот передача жека шоу вот там где можно быть самим собой ничего не стесняться никаких комплексов а также у нас просто самый необыкновенный но самый симпатичный талантище гость вот я вас заинтригую скажу только то что а вы наверняка все ее знаете видели с экрана своих телевизоров она победитель золотого граммофона в россии солиста двух самых знаменитых групп а вот и но мы заинтригуем вас пока потому что мы уже и так заинтриговали вас с прошлой среды своей игрой я вам послала кроссворд вот и попросила чтобы люди ответили на этот кроссворд как вы только можете вот и значит ли они я получила 20 ответов это было так стремительно все отвечали всем было так интересно и вот я уверена что сейчас все эти люди которые ответили на эти вопросы они у них вопрос тоже зачем жека задавал эти вопросы что случилось вот я вот спешу вам ответить само даже это упражнение было очень прикольно и наргиз и спасибо это был смех такие звезды как наргиз владимир довтян ответили на этот кроссворд были ответы очень смешные вот можно просто продолжать просто тупо писать кроссворды но вот ну а дело было такое что это понимаете у меня лёнь ты можешь мне быть за помощника кстати за конечно конечно шикарно я тебя обожаю любой каприз за ваши деньги же ручка и бумага давай вот короче у меня были два листа бумаги и они промокли у меня в сумке ну мало ли я не совсем уверена где что было написано 1 значит один кусок бумаги был кроссворд я короче выписал эти вопросы а другой кусок бумаги это был а листок бумаги это значит меня просил клиент о том чтобы я помогла ему как-то похудеть я не знаю что значит я еще преподаю зуба мастер зубами давай быстро это был не просто кто-то а это был александр сергеевич попросил меня что масляхов стихотворной форме попросил меня но понимаешь там слиплась я не могу разобрать где был кроссворд а где письмо короче на все так запуталась я тебе скажу кроссворд ты запиши эти ответы которые в основном самые популярные из 20 человек ответы когда я буду читать письмо этого александра сергеевича о том что как он страдает после карантина ты попроси ты будешь называть эти слова хорошо да то есть мне сейчас записывать слова правильно отдельный повторю так что не пугайся вот так значит а слова страшные что мне придется пугаться 1 жилищно-эксплуатационная контора с буквой а на конце то есть мне что записать с однозначно все написали же к так жека написал же к так вот второе было слово которое рифмуется со словом грез написали ухты написал не надо детских грез а то и доведет до горьких слез по слезы хорошо да вот и кстати самое часто употребляемое слово я не все зачитываю потому что если там все писали слез 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 вот я просто говорю что она повторялась и короче ленечка запиши слово слез записал эти русское слово на букву ж ой ты хочешь я это в эфире сказал можешь сказать мы послушаем по мере твоей ну это должно быть может быть имя жора ажи а я тебя позже и и многоточие жизнь женщина жуку жучка прочитала жарко сталом жучара я попросила только одно слово ничего жук жмот вот это мне больше всего понравилось жмот или жук вот этого жмыха дробилка это вот интересно что такое жмыха дробилка вот жмыха интересно жмыха дробилка ладно можно применить ко всему а вот жмыха дробилка а может они так твое имя исковеркали ты не думал об этом нет я не думал теперь я буду думать посмотрю кто написал да посмотри пожалуйста вот ну и снова жжо я тебя понял я записываю жжо да так дальше потом четвертое глагол слова пух значит пухнуть пушной хотя пушной это не глагол а если х на к заменить да ну букву х заменить на букву к ой это 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 где я люблю это шкаф со сладостями холодильник а шкаф со сладостями моя версия нет но помнишь я зумба мастер я вот только что хотел сказать все иди отсюда корзинка для биллов боже мой мне очень жалко этого человека корзинка для биллов ой даже такие были да у бичурашки потом кто-то написал вонь мне тоже жалко этого человека вонни у него вонь самая большая вещь на ой мамочки ты ему скажи пусть поменьше гороха кушает а потом написал один человек холодильник или моя жена ой блин ты знаешь да анекдот короче пришли я не отвлекает это время короче грабители стучатся в дверь открывает сара и и спрашивает сара у вас горит золото и так они они абрама открывает мы мы грабители у вас горит золото конечно сколько но килограмм семьдесят что серьезно вытаскивает и убьем ты не надо я я позову сахачка золото выходи за тобой пришли обожаю так у кого то есть семидесяти килограммовая килограммовая сахачка так что записывать холодиль напишу холодильник там где проводится ночь и зачатие детей вот интересные ответы а кровать спальня ложа на дискотеке нужно в гостинице люди разные кого-то кусты машина кровать короче кровать давай кровать кровать дальше противный звук поутру ой телефон ну я ставлю будильник нет а будильник правильно но он у меня в телефоне голос моей жены ой звук газ газонокосилки газонокосилки да 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 озвучиваешь можно это и одно и то же или звук произнеси это пожалуйста газонокосилка и голос жены это как одно и то же на компьютере и будильник женщина почему тебя так сегодня плохо слышно серьезно я так стараюсь чтобы все услышали смешные ответы не не ну нормально а вот в бэкграунде какой-то шум кондиционер а давай по-другому вопрос поставим уважаемые радиослушатели кто бы хотел увидеть как жейка потеет давайте все проголосую подключить кондиционер просто взять начать потеть но шляпка тебе к лицу да хорошо просто если будет слишком шумно я тебе скажу пока нормально а я думал чтобы волосах сквозняка не было ладно поехали дальше я записал кровать правильно они уже будильник будильник правильно будильник записываю 8 заставляет приказывает велит руководит втирает командует муж мне нужен глагол был а никто это делает вот но запиши пожалуйста любить велит велит вели токи богатый русский язык номер 9 где мужчины проводят большинство времени такие были ответы на унитазе ой как они правы как они правы на диване в туалете на рыбалке и скромно если это на улице с телефоном на унитазе с телефоном на унитазе на работе ну может быть у некоторых работа такая на унитазе с телефоном ты знаешь я я я хорошо себя помню с малых лет я все уроки делал в туалете у нас туалет был отдельно от ванной если помнишь союзе да вот полость у меня даже стихия писал там и сейчас сижу и делаю свои дела только там это мой офис давай на унитазе до записываю дальше короче было рву ару а прочитаю также сказать будет тяжелее интересно потом было пипедю и рву ну какая должна быть дистанция что пипедю я вот не так что мне записать как а рву рву ну 11 когда ты член на английском мне понравился ответ написали дикшип ну если так перевести грамотно до членистый корабль так что по радио можно было это слово сказать а как подходит и посмотри правильно а вот а почему-то кто-то ответил долболет пенсионер так мембершип на русском правильно мембершип 12 прилагательное характеризующие настроение довольный озорной тут написали а многоточие многоточие и но я потом написали многоточие и тельны я так поняла что это наверное родственной души и кривая веселая обалденная бодрые классные но мне подходит класс классная или классной так дальше 13 это рифма со словом кузнец вот тут было самое конечно вот это пипец нет и конец и и сердце молодец и трындец и пизнец самое главное от володи да он он это он в своем репертуаре а что записать я не слышал а конец хорошо так и когда я буду читать мне нужно просто эти слова сказать правильно вот в такой же очередности которые мы записали давай то что у меня есть у меня есть жека слезы жо пухнуть холодильник кровать будильник велит на унитазе рву это а это мембершип классный и конец а когда мне вставлять когда ты не будешь ничего говорить да а окей все я тебя понял давай дорогая жей слез а нет а дорогая жека все поехали пишу вам я изнемогая и горьких слез и к вам стучусь как с дуба рухнуть ведь моя жо стало пухнуть холодильник так влево там кровать уже не слышен мне будильник вилит но унитазе рву мембершип но только вас одно прошу меня вы все же встрепените и зумбой классно и это было классно это было классно браво браво пожалуйста я с удовольствием подарю уроки зумбы о том как нужно правильно сходить карантина а давайте все кто сегодня меня слушает сделаем всего лишь одно изменение в вашей диете не ешьте просто вот простых углеводов как например пасту рис картофель сладости а никаких кофе с сахаром или послащённые дринки всего лишь одну неделю до следующего понедельника и позвоните к нам в эфир с ответом насколько вы похудели вот я хочу просто провести с вами такую игру и конечно же победитель который похудеет хотя бы там на один два паунда получает свою самую любимую песню в подарок как вам насчет этого я согласна я гарантирую вам что вы похудеете от 5 до 10 паундов если эти неправильные вещи являются частью вашей основной диеты гарантирую кстати вот вопрос в эфир мы начнем сразу же играть а тот кто догадается получает от нас любую песню на ваш вкус отгадайте что это за макро минерал люди тоже можешь играть давай его нужно употреблять большое количество для того чтобы избежать следующем недуге диабет а он контролирует стресс который не дает инсулину упасть и давление подняться то прессия поднимает настроение и правильную работу мозга чтобы не упасть духом в одном научном исследовании обнаружили что из восьми тысяч людей с пониженным минералом 22 человека впали в депрессию так что ребята очень важный минерал а третье нервность вот четвертое сердечное заболевание пятое мигрени и даже шестое пмс женщины вы знаете что это такое лёня закрой уши короче какие симптомы что не хватает у вас этого минерала лично у меня сразу ломит тело или ужасные судороги вот нехватка витамина d или к нервность депрессия сердечные заболевания мигрени пмс сказала и гормональные изменения так и теперь последнее что нужно есть для того чтобы все было значит шпинат семена тыквенные чия флекс обыкновенные китайские семечки на 108 они везде есть вот а для сладкоеж радостная весть шоколад особенно в горьком черном шоколаде или в коко пудре также в миндальных орешках и последняя тоже очень приятная новость для меня лично а что этот минерал содержится в кофе но главное в черном кофе без сахара и молока потому что эти вещества наоборот вымывают из организма и вообще на я давно говорю что надо поменьше потреблять сахар и молоко ну как вы думаете что это за минерал не знаю такое такое ощущение что ты пересказала мультик троев простоквашина когда ты помнишь да не друг за другом бегали корова стала жевать их одежду и кошка подбежала стала писать что у меня с кожей что-то не то собака стала хвост отваливается ломится это минерал который если его не употреблять то тогда получается и депрессия для бегут эти все дела короче ну ка ну он содержится в этих вещах почему просто так важно давай посмотрим что написали нас сейчас секундочку я посмотрю если ответы у нас пока я кажется слышала там звонок был был звонок вот сейчас давайте посмотрим кто у нас к сожалению не вижу телефона здравствуйте вы в прямом эфире радио позитив плюс тв д джк шоу здравствуйте меня зовут рима я звоню я думаю что это магнезиум вот так вы поняли меня женька не хочу у меня весь магнезиум с ушей полился уже да вы отгадали женщина женщина тебя не слышно как будто ты аниме ложения жени тебя не слышно говори вслух а вот сейчас нормально спасибо вам огромное вы не только правильно ответили на вопрос но еще немножко потерли нос кому-то который говорил что непонятно о чем я говорю в мультике просто я понял просто я все груди все ингредиенты прямо оттуда эти отвечают как будто ты вот плагиатом занимаешься и какая в награду вам песня что вы бы хотели услышать пользуясь случаем могу я поздравить за то мою племянницу галину не сегодня день рождения и песня которая хочу заказать это запах женщины мои она очень любит эту песню как зовут вашу племянницу галина галиночка мы поздравляем вас от женички от меня от радио позитив плюс тв желаем вам оставаться такой же позитивной красивый жизнерадостной и благодарить что у вас есть такая тетя которая заказала вам хорошую песню запах женщины моей спасибо большое спасибо спасибо оставайтесь вместе с нами ну а мы сразу исполняем правильно просьбу вот и так уважаемые радиослушатели оставайтесь вместе с нами джека шоу я хочу остаться только с ней она как тропики мой снег она лишь топики на мне я хочу ее сейчас я скачу ее везде она как будто самолет я единственный пилот погрузись в водопровод способный перед нас забьет запах женщины моей я хочу остаться с ней с ней я тебя не обману дай мне руку свою пройдем мы сквозь мы мы с тобой на битву знаю когда не трюк узнает все это самый настоящий труп твой аромат меня дурманит как жирный блант лишь чтобы готов пуплик горят до ночи до утра в воде в корабле я твой капитан ты единственная кто не считал а мой капитан злоски горят для тебя вечер для тебя миллион огней это запах мы женщины Запах женщины моей Звезды горят для тебя вечно Для тебя миллионы огней Это запах моих женщин Запах женщины моей Запах женщины моей Я хочу остаться с ней С ней Я как самый день Запах женщины моей Я хочу остаться с ней С ней Я как самый день Зовет нас туда, где песок и вода Зовет нас туда, где песок и вода Забор женщины моей, я хочу остаться с ней С ней, до конца моих дней Забор женщины моей, я хочу остаться с ней С ней, до конца моих дней Добро пожаловать в ней Позитивом по жизни Каждый день не может быть хорошим Но есть что-то хорошее в каждом дне Радио Позитив Плюс ТВ Источник хорошего настроения Продолжаем на волне Позитив Плюс ТВ С вами Жека И разговаривать сегодня мы будем О очень-очень интересной особе О нашей гости Катеньке Но опять же заинтригуем вас Буквально через несколько минут После того, как мы сыграем эту последнюю игру Мы приведем нашу очаровательную гостью на программу Но сначала, значит, вот такое у меня к вам Такие вопросы Поиграем Поиграем, Леня, ты поиграешь со мной? Я готов Хотелось бы знать, если вы тоже готовы играть Пожалуйста, пишите Я читаю вас тут у меня Очень много людей нас смотрит Все посылают хай-фай Значит, я прочитаю вам пять вопросов Из них будет один неправильный ответ Тот человек, который правильно догадается Вы можете писать к нам Прямо сюда В эфир Или звонить Вот И мы зачитаем ваш ответ Скажем, кто вы Что вы И победитель получает приз Это бутылку водки Blue Storm О которой мы позже немножко тоже расскажем Очень интересно Вот Значит, первый вопрос Виноград взрывается в микроволновой печи Правда это или нет? Я не знаю за виноград Но из собственного опыта Точно знаю, что взрывается в микроволновке Вот Леня, я тебе тоже хотела сказать историю Ты знаешь, что у меня всегда полный мир истории Потому что все время что-то получается Очень интересно Не правдоподобное просто Вот Можно? Да, конечно Давай-давай Однажды я работала в одной компании Где мой гост был очень такой серьезный человек Ну, скажем, что он обиделся на Обаму За то, что тот к нему обратился На ты На ты, да? Да Вот И серьезно Он обиделся на Блумберга За то, что тот не открыл ему дверь Когда они подошли к нашему зданию Вот И как-то вдвоем тупо посмотрели друг на друга Кто из них богаче и повлиятельнее Вот И мой босс обиделся, что Блумберг Подумал, что ему надо открыть ему дверь Короче Вот такой был босс А Сам На небесах Сам с собой Вот Короче, с ним надо было на вы И шел потом У него даже туалет был В офисе В котором был золотой унитаз Вот И, короче, я однажды подогреваю микроволновки Яйцо крутое Вот И он Подошел впервые И стал рядом со мной Сделать кофе Почему он сделал кофе Даже без понятия Наверное, просто Его секретарша Мыла его золотой унитаз Не знаю Ну вот Короче, он такой Стоит рядом со мной Я вся на нервах Думаю, блин Сейчас мне что-то спросят Какие у него финансы Вот Я заклиню Короче, я так улыбаюсь Я стараюсь, чтобы ничего не спросил Вот Тороплюсь Хочу побыстрее дождаться Когда уже закончится там яйцо мое Согнагреваться Вот И думаю, ладно Не буду ждать минуты Просто открою его И в этот момент Я открыла эту дверь Он подошел Ко мне рядом И, короче, это все яйцо Она так бабахнула И все было на нем Нет Вот просто это мой опыт Так что я знаю, что Яйца подогревать Микроволновки Но вопрос Можно ли подогревать виноград Я вот чувствую Как наши слушатели Прямо сейчас ринулись Там, где у них Самое большое Проверять, да? Да, холодильник Проверять виноград Вот Дальше Первоначальная Кока-кола была зеленой Правильно это или неправильно В принципе, она почти зеленая Я вам скажу, ребята, одно Что если у вас Надо помыть унитаз Если он засорился Кока-кола как раз Это самое лучшее Разъедает все подряд И кишки ваши тем более Так что может быть Зеленая Но я подсказывать вам не буду Идем дальше Следующее Третье Корову можно везти Вверх по лестнице Но не вниз Насчет этого у меня тоже есть Очень интересный Быстренько Буквально две секундочки Расскажу Короче, из собственного опыта Благодаря тому, что я занимаюсь Не только радио, музыкой, комедией Бухгалтерией Но и переводом И резюме Очень часто я пишу контракты Ко мне обращаются люди И я сижу однажды Тихо на себя работаю Звони подруге Совершенно серьезно Она меня спрашивает Жек, помоги, пожалуйста Перевести контракт Договор С английского на русский И переведи такую фишку Наша американская компания Заключает договор С вашей русской компанией Из России Об установке и операции Лифта лестницы С трапа самолета До земли Для доставки 200 породистых коров Я не могу тебе Представлять, Леня Как долго взяло Чтобы я перестала ржать Причем моя подруга Но ни в одном глазу Она такая была Вся загруженная работа И так нервничала Даже она не врубилась В этот юмор Жак Вот Еле-еле сквозь смех Я ее спросила Зачем лифт нужен Она мне так Совершенно серьезно Они не могут спускаться По ступенькам Я просто Я говорю Кто они? Она мне так Тупо Коровы Породистые коровы Я перестану смеяться С того Представляю Как коровы Спускаются по лестнице Или поднимаются Блин, это было 10 лет назад Мне до сих пор Все равно смешно Ну вот Короче, такой вопрос Могут ли они Значит, коровы Могут Корову можно вести Вверх по лестнице Но не вниз Дальше Ленивцы проводят 75% жизни во сне Я не знаю Насчет ленивцев Но я вам с легкостью Могут Про себя, да? За моего мужа Я жусь Реально человек Но Он Нет Но ленивцы Проводят ли они 75% жизни во сне Вот И последнее Чем меньше доход мужчины Тем больше вероятность Что он изменяет жене Итак Разыгрываем Еще раз я прочитаю Быстренько очень прочитаю Значит, вопросики Виноград взрывается В микроволновой печи Второе Первоначальная Кока-кола была зеленой Третье Корову можно вести Вверх по лестнице Но не вниз Четвертое Ленивцы проводят 75% жизни во сне И пятое Чем меньше доход мужчины Тем больше вероятность Что он изменяет жене Вот Сейчас посмотрим на Наши ответы Если кто-то нам Прислал что-то Пока что люди молчат Ну, я думаю Надо дать немного времени Можно дать немного времени И сейчас Мы можем перейти На музыкальную паузу Как раз Познакомить наших Слушателей С нашим гостем Скажи мне Какую мы ставим композицию Мы можем поставить Композицию Которая Приобрела ей Золотой граммофон За который она Получила золотой граммофон Давайте Не родись красивой, да? Да И я думаю Что они сразу ее узнают После того Как мы Сразу же поставим Композицию Из первых Но так уже будет Сразу ясно Итак, не уходите Оставайтесь вместе с нами Радио Позитив Плюс ТВ Золотой граммофон Заплетала Реку в косы Да на утренние Росы Убегала Молодая О любви еще Не знала я Заплетала Реку в косы На Да на утренние Розы И не знаю Как случилось Только вскоре Я влюбилась Ночью косы Расплела я До свидания Мамочка Моя Ночью косы Расплела я Мама Птица Не полетала Выбери меня Выбери меня Теперь твоя Я Не родись на селу, а щас легче ты твоя Не родись на силу, а любила теперь твоя Не родись на силу, а счастлива теперь твоя Не родись на силу, а любила теперь Что мне делать, я не знаю, стала, мама, я другая Не ругай меня, не надо, я ведь тоже скоро стану Мама, заплетала реку в косы Мама, я на утренние росы Не родись на силу, а счастлива теперь твоя Не родись на силу, а любила теперь Не родись на силу, а счастлива теперь твоя Не родись на силу, а любила теперь Позитив Лайф ТВ С позитивом по жизни Жень, ты поймала, Жень? Что? Хорошее настроение, Радио Позитив Плюс ТВ Хорошее настроение, тем более сегодня с нами Катенька Ли Вот мы, добро пожаловать к нам сегодня на нашу передачу И вот несколько слов просто так обобщить, рассказать очень быстро, очень коротко, сжато О достижениях нашей дорогой гости Вот, значит, Екатерина Ли начала свою карьеру в 2006 году Будучи замечена продюсером в нашем клубе в Санкт-Петербурге На следующий день Катя летит в Москву, где она становится солисткой в группе Hi-Fi Одного из самых знаменитых на то время поп-группы Ее первая сцена в Кремле – песни «Взлетай», которую она исполнила одна, сама С ее прибытием в группу Катя становится главной солисткой группы Впервые в истории этой группы И, наверное, многих других В следующие четыре года Катя обижает весь мир И, побывав в 20 странах, во всех радиостанциях России Она знаменита во всех журналах, сотен телевизионных интервью Hi-Fi показывает на втором канале России МОЗ-ТВ, Новый год на НТВ, Камеди Клав на ТНТ, а также на легендарном шоу «Уральские пельмени» И все-таки Катя, которая действительно отличается огромной энергией, твердостью характера и уверенностью в себе Уходит из группы в 2010 году в следующий еще более интересный путь К группу «Фабрика» Именно в самый разгар этой мегагруппы Теперь ее можно увидеть на таких журналах, как Billboard, Playboy, Rolling Stone, FHM, The Low, OK, Grazie, Maxim, StarHit и другие И тут же с появлением такой неумоверной славы в музыкальном мире Катя также открывает все еще новые таланты Она не только разъезжает по всему миру со своей группой, но и продюсирует одежду всей своей трубки В 2013 году она становится уже такой легендарной кутур-звездой И продюсирует свое фашн-шоу в Москве Катя, столько призвания, столько перспектив Какой был твой следующий шаг? Я прям слушаю, но легендарная Катенька, привет! У нас камера работает по такому принципу Когда ты говоришь, показывает тебя Когда говорит Джека, показывает ее Так что больше говори, чтобы показывали тебя Я шучу Он узнал от меня Нет, нет, нет Какой вопрос? Говори, какой был твой следующий шаг? После того, как ты побывала в Hi-Fi Ты была в группе «Фабрика» Ты узнала, что у тебя еще такие скрытые таланты Как фашн-дизайн Ты сделала свое шоу Что ты делала после этого? Куда ты решила следующий шаг? Я всегда хотела писать свою музыку И всегда хотела петь на английском Потому что он более певучий язык На русском сложно петь Гораздо удобнее на итальянском, на английском По-другому вообще все работает И мне всегда хотелось уехать в Нью-Йорк Я вообще не знала, что такое Нью-Йорк Как вообще это все работает Но мне было 7 лет И у меня был план В общем, чтобы все у меня получилось В России был план, вау Я, барышня, серьезная В 7 лет у меня был план Когда все случится в России Надо будет уехать в Нью-Йорк Ну, в общем, как-то у меня так бах Случилось в России Опять случилось Я думаю, ну что, не в любые же уже идти Уже в двух группах побывал Надо валить Купила билет на самолет Ну, у меня там еще просто такая случилась Травма на этом видео Вот эта песня, которую слушали Я, в общем, сломала себе хвост на лошади На лошади? Да Я сломала копчик, представляешь? Вау Вау Ну, у меня так аж Шок был так болевой И я понимаю, что у меня начинает темнеть в глазах Когда я сажусь, останавливаюсь Я думаю, что если я сейчас остановлюсь То все вот эти 150 человек команда Которые Мейкап Эти артисты Костюмеры Еда Свет Звук Газ Все они Все сейчас поем домой Думаю, не надо останавливаться Ну, еще часов в 9 В общем, мы там Синхроны пели Танцевали в поле И Ну, такая песня Потому что Смешная Типа про русскую Эту самую Suburban Life Такую И все Ну, как-то так само Прямо мне, знаешь Как будто бы судьба НК под зад В смысле дала Я поняла, что Ну, сейчас у меня вообще не получается Надо валить Я купила билет на самолет И улетела в Нью-Йорк И все И отправила Билет на самолет Улетела в Нью-Йорк А у тебя кто-то был здесь знакомый Нет Нет Я посмотрела на карту И думаю Ну, вот Где-то центр, наверное, вот тут Буду жить тут И поехала Снимаю себе В отель Комнату На Пенн-стейшн Это самая такая Данное место Ну, такая Ну, ни в коем случае Туда не надо ехать У меня окно Выходило на чью-то Эту сам На Кирпичную стену На чай-то туалет Ну, да Там Ну, кошмар это был Вообще ужасный Я сначала там пожила Чуть-чуть Потом Airbnb Какую-то нашла Квартиру А потом Нашла себе Нормальную квартиру А потом Выучила язык А потом Встретила всех своих друзей А потом Стала писать музыку И вот И у меня Полмесяца назад Вышла новая песня Которую я написала Которую мы сегодня Надеемся послушаем А, нет Это Вы послушайте Мы сделали кавер А, так это твоя Именно собственная Мы послушаем Сейчас Это кавер А у меня Моя собственная Вышла Где-то полмесяца назад Целый чемодан Этих песен лежит Надо выпускать Но я в общем В переезде Как бы У меня вот так Квартира сейчас Ла-ла-ла Поэтому Я Ну вот Кстати, про шляпу Что это там шляпа? Ты в шляпе? Да, я в шляпе Где моя шляпа? Я ту Давай Давай Пасада Ну так Ваши еще вопрос Ну вот Я немножко Застеснялась Застенчивая Я хотела Просто предупредить Наших слушателей То, что вы увидели Сзади Кати Это не говорит о том Что она какая-то Грязнуля Нет Она Это вещи Которые она шьет Кстати, если кто-то хочет Кстати, вот хотела тебя спросить Я даже не знаю Я честно говоря Обычно люди знают Что у них какой-то Определенный там Профиль А ты такая Многосторонне Развитая И Так Значит, у меня Вот один такой вопрос Был к тебе С чего Как ты вдруг Начала шить У тебя были Какие-то навыки Ты что-то заканчивала Ты заканчивала Я всегда была Маленького размера И мне ничего Не подходило И мне мама Всегда ушивала Вещи И лишила Потому что Мы шили Ну в такое время В общем Семья моя Очень просто жила И маме всегда хотелось Нас одеть С сестрой Как-то Нарядить Мама у меня Очень креативная И папа тоже Оба Оба такие Я, мне кажется От них унаследовала Пипец Очень здорово Я хотела сказать Кстати То, что ты унаследовала Я всегда Огромный поклонник Твоего искусства И свяжу На инстаграме Всегда ты выходишь Там с новыми Какими-то костюмами Вот У тебя в основном Костюм Как мне кажется Если я не права Ты мне скажи Мне кажется Что у тебя Все такое Космическое Вот Оно все Очень Даже Очень Цапильное Красивое Но оно В то же самое Время Очень загадочное Может быть Какой-то Стальной Панцирь Или Стальной Панцирь Заметку беру Просто, Жень Стальной Панцирь Надо делать Не, ну да Все Все такое Оно очень Сильно Доверено Будущим Путешествуем Во времени И Ну такая Алиса Мелофон И Тайна Третьей планеты И Кинза-дза Вот откуда Ты берешь Своё Да А это Я тоже Очень любила Эти фильмы Вот Еще У меня Такой вопрос Знаешь Вот так Если люди Посмотрят На то Как ты Все это Делаешь С такой Легкостью Все так Красиво И Очень Сказала Даже Галантно Получает Вот Но хотелось Быть Потому что Не бывает Все-таки Не бывает Саксесс Не бывает Без труда Вот Приходилось Ли тебе Что-то Вот Преодолевать Какие-то Трудности В твоей жизни Потому что Люди Послушают Просто Ты Пела Все так Легко Продюсер Заметил Тебя Ты сразу Попала В звезды И все Было так Гладко И легко А потом Приехала в Америку И какая молодец Так быстро Встала Значит Никаких Трудностей Не было Так Обычно Люди Понимаешь Полная Коробочка И в России Трудности были Я просто всегда Я без остановки работала Чтобы меня продюсер заметил Мне надо было Работать везде То есть Это была Я училась на Третьем курсе Университета И нам не разрешали Работать То есть Я училась на бюджете На бесплатном И То есть Платником еще как-то А нам вообще Не разрешали работать Потому что На нас Как бы Они тратили Квоты бесплатные То есть Мы должны были Эти надежды Как бы Оправдать И Я под страхом Вот этого всего Работала В общем Ночью В этом караоке-баре До трех утра Я думаю Ну ладно Потерплю месяц Точно кто-нибудь заметит Я две недели поработала И все Это было Это много работы было А сюда тоже Не все так просто Ну как бы Билет купила Это было просто А потом Когда ты живешь В стране В которой ты Ни одного слова На английском не знаешь Кроме Кроме Hello How much Понимаешь И Как бы А И С людьми общаешься И только понимаешь По контексту О чем они говорят А потом Клик Через месяц И ты все понимаешь Молодец Катя Я просто Ну И вообще Сейчас непросто Вообще непросто Ну бывает Конечно Видишь Вон Этот Жакет Там Делан Из Берушей Из Берушей Да Затычки Для ушей Чтобы было не слышно Его одеваешь Чтобы Чтобы Скорее всего Было Мягко Биться Очень Мягко Сидеть Это про то Что в Нью-Йорке Все очень Очень Громно Вот эти вот Сирены Вот эти Мигалки Вот эти вот Они для глухих Как будто бы Люди не понимают Что Ну Обычные люди Они же У них там Они По поводу ушей Не очень сильно Заморачиваются А для меня Это мой инструмент Поэтому я их Очень берегу Сильно И когда Рядом Лисит какая-то Уиу-уиу Мне просто Меняешь вот так Вот И вот Ну даже классно Будешь одевать Этот жакет Если какая-то Сирена Раз там Вырвала одну И в уши Сразу все Ну И шла Шла я по улице И У меня Этот жакет Купили За Большие За бешеные тысячи Молодец Мне этот костюм Очень напомнил Такие костюмы Которые можно увидеть На Burning Man Как Ты Правда На Burning Man Я помню Что-то я видела У тебя Burning Man Это вообще Я не хочу Не хочу быть человеком Который сейчас Его будет промотировать Потому что Он не нуждается В этом Все Это для любого артиста Это просто Мне кажется Такая Такой океан Вдохновения И платформа Для того Чтобы Себя Как-то Почувствовать С собой Я прилетела У меня такое чувство Было Что я там родилась Вообще Для тех Кто не знает Быстренько Скажем Что Burning Man Это такое Как бы Это такое Событие Которое происходит Раз в году В пустыне Невада На этой Земле Indigenous people Они просто Из песка От ниоткуда Возникает город Целый город Со своим адресом У каждого Есть адрес Там есть почтальон Есть центральное кафе То есть Ну Вот так вот И За считанные дни Это все Превращается В какой-то Нереальный мир Где все Светится огнями Какие-то Корабли С двухэтажный Дом Едут На Все машины Арткар Там нет нормальных Машин Машины В виде Какого-то Октопуса Машина В виде Космического Корабля Ну То есть Танцую я В 4 утра На крыше Автобуса А рядом Илон Маск Короче Ну вот А простым Людям Можно Да ты бы Меня что-то Не в face control Пропустил Там Ну как бы Там Каждый может Ты не знаешь Кто Кто Все Там нет На бешеной козе Как Знаешь Не надо подъезжать Ни на кого Ни для кого Потом Вот эти Нереальные Art pieces Которые Вот Скульптуры Какие-то И они Они сжигают Каждый день То есть Понедельник Вторник Среда И к концу Дели Сжигают Уже Этого Мэна Ну то есть Американская Масленица Короче Жень Да Жгут Бабы Где ли Останавливалась Там Останавливалась Ну По-разному Есть Есть Вообще На любой Вкус Можно поехать В палатке Жить Обязательно Нужно С кемпом Со своим Это вообще Очень просто Ты просто Берешь И говоришь Хочу поехать На Burning Man И оно как-то берет И с тобой случается Само Вот хочешь Вот сейчас Скажи вслух Я тебе отвечаю На следующий год Поедешь Я хочу поехать На Burning Man Вот Хочешь поехать Со мной Конечно Надо ехать Ты что Обязательно Вот Ну и все И ты с кемпом Можно ехать Простыми условиями Палатка Там Можно Арви В общем Я в первый раз Поехала Со своим Молодым человеком У нас В общем Был Там Машинка Стиральная В нашем Орви Была То есть Нормально Но У нас Были наряды У меня был наряд На день Наряд На ночь Там Ночью Темной И холодно Днем Светло И офигенно Но Жизнь не прекращается Там ты обязательно Ну это какой-то Такой сюр Вообще Ты просыпаешься А у тебя карта Этого Burning Man И например Что происходит Тут поблизости Где-то там Жарят эти панкейки Где-то тебе Массаж делают Где-то там Catwalk Шоу Ты идешь В своем наряде И там сидят Судьи И судят У кого круче наряд И ты идешь А потом Есть суд Ты идешь В этот суд И говоришь Вот мы С другом Поссорились Я ему говорю Вот так А он говорит Так Там реальные присяжные Они разбирают Кто прав Кто виноват Ну короче Это полный прикол Вообще Потом есть Thunderdome Как в фильме Mad Max В оригинальном Такой огромный Дом И где люди Подвешенные На вот этих Вот Suspenders Просто Летают Друг друга Короче Молотят Но это Я не могу Передать словами Это ни в коем случае Но ты наблюдаешь Эти артписи Которые горят Каждый день И ты понимаешь Что настолько все Ну вот Если ты не увидел Сегодня Ты не увидел И никогда больше Не увидела Твоя проблема Это обязательно Нужно увидеть Еще там нет денег То есть ты не можешь Ничего купить Ты привез Свою там еду Или там Кто у вас В кемпе готовит Все такое Вместе строим Ну и социализм Такой немножко И ты должен просто Всех Welcome strangers Такое правило Потом Никто не бросает На полу Говняшки всякие Все Если ты видишь Если ты видишь Бумажки какие-то Еще что-то Трэш какой-то Все люди берут И подбирают И кладут В карман себе Ну вот так Потом возвращаются В нормальный мир И становятся козлами Опять Ну вот так Все такие Типа В семь тапы Веди Бернер Мена Но Еще Фишка в том Что Есть Самый главный Артпис Бернер Мена Это Мен Он всегда По-разному сделан Этот человек Это как часы В центре стоит Этот человек А дальше Стоит Темпл Мена жгут Они в субботу А в воскресенье Жгут Темпл И когда Темпл жгут Это просто Все Это тишина Все отпускают Свои какие-то Там на стенах Этот темпл Просто Изрисован В последние дни Пишут Кто-то потерял Кого-то Кто-то Кого-то любит Ты заходишь В этот темпл А там Евреи Русские Не знаю Американцы Французы Какая-то девушка С голой вагиной Вот так делает Йогу Ни у кого нет Проблем Рядом быть Понимаешь А потом Они возвращаются В нормальный мир И становятся Этими Ненавистниками Другой веры А там Все работает И настолько Это круто Настоящий Праздник души А как долго Это происходит Это происходит Неделю Но Может прилететь На неделю Может на два дня Может прилететь заранее И волонтерам Строить Помогать А может Свой арт-проект Какой-то сделать У меня У меня друг Строил Один из просто Культовых Арт-писов Такое Дерево Тенери Большое Огромное Такое Дерево Которое Цветилось Всеми цветами Красным Зеленым Как будто Сменяло Сезоны Оно С LED Этими Фонариками Там Цирк Дюссалей Устраивал Перформанс Внизу Все сидели Висели На этих ветках Короче Но это был Полный прикол Весь арт Супер интерактивный Все светятся Ночью огоньками Потому что Нет других Источников Света И все Ездят на велике Все кроме меня Я езжу На своем Футуристичном Колесе Я поняла Огромное тебе спасибо Катенька Ты очень так Нам приукрасила Сегодня передачу Спасибо Это было Про время И про все на свете Мы хотим Попрощаться С тобой Я бы хотела Просто тебя Спросить последнее Сказать Нашим слушателям Что ты бы Хотела пожелать Людям Креативным Творческим И мы попрощаемся Я поставлю Опять Твою песню Чтобы закончить Я бы Я бы пожелала Я считаю Что сейчас происходит Такое Сейчас Такое важное Время И его нужно Использовать Правильно И не думать Что это какой-то Локдаун страшный Что нужно сидеть Обжираться И пить Алкоголь Это время Когда нужно Нужно Научиться Специально Специально для вас Чтобы вы Взяли Чтобы у вас Не было Типа Не могу Дети Не могу Работа Не могу Поднять Ногу Вот сейчас Все происходит Поэтому Если есть вопросы Заходите на мой Инстаграм Отвечу Замечательно Моя песня Называется Big Brother Это Она Она Навеяна Джорджу Джорджу Орел 1984 Книжка Такая Ну и С событиями Которые происходят Сейчас В этом Прекрасном Городе Нью-Йорк И в общем В мире Big Brother Big Brother Называется Да Везде есть На Spotify Apple Music Называется Big Brother И в общем Я Катя Огромное тебе Спасибо Катенька Мы тебе тоже Очень желаем Больших творческих Успехов И Личной жизни Тоже Всех Всего 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 Если можно Пожалуйста Поставим Последнюю Да Ты с ним Да Катя Уважаемые радиослушатели Вам большое спасибо Это было The Jack Show И конечно же Очаровательно Непревзойденная Женя А также певица Екатерина Ли Из группы Фабрика Всем большое спасибо Оставайтесь с нами И напоследок Вот эта прекрасная песня Кавер От самой Екатерины Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Екатерины Всем Oscar Продолжение следует... 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 Продолжение следует...